Перед лицом современных угроз стал вопрос необходимости единения централизованных мусульманских религиозных организаций. В России открываются центры помощи трудовым мигрантам. Посмотрите это видео до конца и вы узнаете, как Духовное собрание мусульман России помогает мигрантам получать патент, ВНЖ и гражданство. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. В 18 регионах России при Духовном собрании мусульман открываются центры помощи трудовым мигрантам. Они будут помогать всем нуждающимся, независимо от их национальности и вероисповедания. Центр создан в соответствии с концепцией государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Это межрегиональная организация с развитой региональной структурой. Проект реализуется силами Духовного собрания мусульман России при поддержке Фонда поддержки исламской культуры. Вот что говорят об этом центре и его основатели. Мы помогаем на безвозмездной основе, оказываем консультативную помощь на родном языке обратившегося к нам человека. Так мы учитываем менталитет и культурные особенности региона, из которого прибыл мигрант. Помимо правовой поддержки мы даем им знания об основах традиционного ислама на территории Российской Федерации. Это позволяет оградить мигрантов от влияния экстремистских и деструктивных течений, говорит глава Духовного собрания мусульман России Альбир Карганов. По его словам, созданные центры консультируют всех мигрантов, независимо от того, из какой они страны прибыли и какой они конфессиональной принадлежности. Однако большинство обращений поступают от мигрантов из государств среднеазиатского региона. К нам могут обращаться по поводу миграционного учета, по вопросам трудового законодательства, по вопросам легализации на территории Российской Федерации, поясняет он. Центр оказывает помощь мигранта по оформлению регистрации, патенту, РВП, ВНЖ и гражданства. Также поможет в решении вопросов по оплате труда, возврату авансовых платежей и т.п. В центре будет организовано обучение истории России, занятие по изучению русского языка и литературы. Именно выстраивание эффективной системы социальной и культурной адаптации интеграции иностранных граждан, основанной на уважении и знании русского языка, истории и культуры России, традиционного уклада жизни и ее коренного населения является эффективным инструментом гармонизации межнациональных и межконфессиальных отношений между коренным населением и иностранными гражданами. Альбир Кырганов отметил, что с первого дня открытия центров они стали получать большое количество обращений и в настоящий момент их более 30 в день. Чаще всего обращаются по вопросам легализации на территории Российской Федерации, по задержке оплаты труда, по решению вопросов, связанных с выдворением, депортацией, получением гражданства. Большая часть из них решена и получены положительные отзывы от обратившихся людей. Мы выступаем за то, чтобы человек полностью законно находился на территории Российской Федерации, но в то же время знал свои права. Мы помогаем мигрантам обращаться для легализации в структурное подразделение МВД и сопровождаем их до момента принятия решения по их вопросу. А как вы относитесь к созданию таких центров? Свои ответы пишите нам в комментарии. Также он отметил, что центр способствует созданию условий для социально-культурной адаптации и духовного развития мигранта. Мы ведем очень активную работу по взаимодействию и координации решений данных проблем. В качестве примера можно привести случай в городе Волжский Волгоградской области. Тогда общими усилиями Духовного собрания мусульман России, начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентины Казаковой, председателя комиссии Совета по делам национальности при правительстве Москвы, также различной дополнительной помощи удалось поспособствовать разрешению проблемы возвращения людей на родину, которые застряли в России, пояснил Карганов. Он обещает, что любой обратившийся в этот центр мигрант будет в безопасности, несмотря на то, в какой ситуации он сейчас находится в России. Не стоит бояться этих центров, они сделаны именно для мигрантов, там их ждут и помогут в любой ситуации. Обратиться туда можно через раздел «Задать вопрос» на портале rosmigrant.rf. Можно оставить обращение, которое будет обязательно рассмотрено и на которое будет дан предметный ответ, заверен глава Духовного собрания мусульман России Альбир Карганов. Он уверен, что если мигранты будут знать, где получить помощь и с помощью кого адаптироваться, им будет намного легче работать в России. Обсуждая проблему сегодняшнего мира с муфтиями и имамами, понимаешь, что только путем совместного дружественного диалога мы сможем правильно и рационально решать те или иные задачи, стоящие перед мусульманами. На этом у нас все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!